Война, поиск, память. Музей на базе средней общеобразовательной школы номер 8, посвященный военному пути 352-й Оршанской краснознаменной дивизии. Экспонаты начали собирать еще в 1966 году. За несколько десятилетий его коллекция стала уникальной. Здесь разместили солдатские документы, личные фотографии, ордена, знамена, предметы быта военного времени. Пополняют коллекцию по сей день. Дети, родители и даже депутаты местного совета. Валентин Герасимов, например, отдал в дар музею вот такую керосиновую лампу. Однако современный музей – это не только старинные предметы с большой историей, но и современное мультимедийное оборудование. В рамках проекта «Мы первые» музей «Война, поиск, память» оснастили всем необходимым. В прошлом году школа стала обладателем губернаторского гранта в размере 5 миллионов рублей. На эти деньги закупили несколько интерактивных панелей, три широкоформатные плазмы, ноутбуки, а главное – вот этот мультитач-стол. Мы ездили в Оржев на экскурсию, и там есть рядом с этим мемориалом советскому солдату журавли, все его знают. Ребята увидели маленький мультитач-стол, и они сказали, вот бы нам такой для нашего музея. Но наша мечта осуществилась. Ни в одной школе нашего города, и я думаю, даже и в области, ну, наверное, нет таких вот электронных приборов, которые могли бы освещать работу музея. Кадеты быстро освоили новую технику. Теперь занятия по истории, а также факультативные уроки на базе музея проходят гораздо более интересно. Ребята охотно вовлекаются в поиск новой информации о событиях Великой Отечественной, чтобы пополнять базу виртуального музея «Химки-1941-1945». Все для фронта, все для победы. Ведь материалы, накопленные в музейной работе по истории дивизии, ее воевом пути, героем, командиром дивизии и битвы с Москвой, мы загружаем в единую цифровую систему. Одной из последних инициатив наших кадет-музейщиков стал сбор сведений о женщинах-снайперах 352-й стрелковой дивизии. Благодаря проекту виртуального музея, созданного при поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина, многие школьники смогли узнать информацию о погибших на войне предках, их фронтовом пути и присвоенных наградах. Здесь также имеется моя прабабушка, которая на Великой Отечественной войне была труженицей тыла. Можем прослушать. Пала в деревне. Наша деревня у самого леса. Кругом лес, лес один. А как называлась деревня? Крыльцы. Музей «Война. Поиск. Память», созданный на базе средней школы номер 8, без преувеличения можно назвать достопримечательностью городского округа. Детки, которые будут проводить экскурсии, они с каким-то трепетом первое изучают, второе, занимаются этим делом. И вы знаете, в школе номер 8 здесь какой-то специальный дух такой патриотический. Но это мое личное такое мнение. Я чувствую здесь какую-то атмосферу особенную. В школе решили не останавливаться на достигнутом и пойти дальше. На сегодняшний день руководство учебного учреждения подало заявку на включение хранилища «Война. Поиск. Память» в реестр школьных музеев на базе Министерства просвещения Российской Федерации.